Мы уже готовы. Не будешь на себя любоваться, значит. Очень плохо. Ладно, погнали. Та-дам. Короче, сегодня говорим про следующую вещь. Сначала смотрим на некоторое такое более-менее практичное применение потоков. Потом смотрим на модельку потоков, которая крутая достаточно. Проганная. Хотел, но не захотел. А потом рассматриваем нейронные дифуры. Знаете их? Когда дифуры решаешь нейронкой? Ладно, ну и хорошо. Ладно, наверное, не узнаете, потому что я очень плохо расскажу. Короче, потоки. Помните вообще, что такое потоки? Мы давно с вами не виделись. Как у вас дела? Да, в общем, есть какая-то плотность P, есть какая-то переменная Z, которая шум. И мы, значит, хотим… Блин, а еще я маркер купил и забыл его принести. Вот, и мы хотим… Ну что ж поделать. И мы, значит, хотим вот какое-то наше распределение получить X с помощью какой-то функции F. Вот, соответственно, вот эти F-ки можем применять много раз. Каждый слой, будем считать, что F-ы-то это некоторый слой, который там должен иметь какой-то красивый якобиан, чтобы это все можно было вычислить. Да, действительно, так все. Вот. Это такое… Необходимое для чего? Необходимое для чего? Ну, смотри, типа, проблема потоков в следующем. Z и X из одного пространства. Вот. X большое, скорее всего. Значит, и все Z-ки большие. Значит, у тебя зачастую в потоках нет всяких страйдов, пулингов, и поэтому засунуть, сделать очень глубокую сетку очень проблематично. Сегодня как раз мы рассмотрим кейс, как можно избежать такого… Потому что у тебя должно взаимнооднозначное отображение быть, вот F, она должна иметь F-1. Если у тебя это там размерности 1, а это 100, то… Да, но мы можем уже промежуточный слой меньше сделать. Да, ну, в смысле, если ты где-то сделаешь bottleneck, ты уже все пространство никак же не получишь. Правильно? Вот. Вот. Подожди, PCI как работает? Взял с потерями. С потерями не должен. Пофиг на потери пространства. Нет, ну подожди, если… Потерь быть не должно, потому что иначе ты не можешь. Вот эта формула работает только когда… А, M равно должна? Да, иначе первая формула не верна. Да. И ты не можешь использовать поток. Поток — это взаимнооднозначное отображение. Если ты хочешь что-то сжимать, то ты должен делать латентную переменную, и это Y получается. Вот. Короче, зачем рисовал? Вот все нарисовано. Вот. Что мы можем сделать? Есть, как бы, два применения потоков. Первое — это на этапе инференса у нас есть какие-то там вот такие загогольные, и мы хотим их выпрямить в некоторое нормальное распределение. Либо же мы можем взять нормальное распределение, кинуть его и получить загогольный. В принципе, вот то, что вот здесь нарисовано очень похоже на то, что GAN делает. Вот. Только у GAN нет вот этой верхней строчки. И это как бы, ну типа, ограничение, но… Ладно, GAN в следующий раз не буду ничего про них говорить. Короче, что хорошего? Мы можем оценивать likelihood, чего в GAN не можем делать. Мы можем сэмплировать из распределения с помощью обратного отображения в минус первый. Здесь все перепутал, молодец. И у нас есть скрытая переменная Z. Я не рапостный. Да, да. Вот. Теперь смотрите. Backpropagation. Слышали слово такое? Вот. В чем… А как распространение ошибок? Да, да. Прошу прощения. Что? Я вижу, что вы знаете… Короче, в чем косяк? Мы, когда делаем Backprop, точнее, когда мы делаем Forward Pass, мы запоминаем все активации нейросети. Согласны вы с этим утверждением или надо пояснить, как это… Почему не той? А, вот этой надо… А, понятно. Блин, Андрей. Я без тебя вообще не справился. Слушайте, ты кандидатский через два месяца, да, тебя защищаешь? Я нет. Сталег вместе. Так. Понятно, что я сказал? Короче, Backprop. Вот есть у нас сетка. Да что ж такое? Как мне быть-то? Мне писать надо. Во. Круто. Вот. Есть сетка, да, какая-то? Прямо язык математики пошел. Для того, чтобы сделать Backprop, мы должны знать все активации промежуточных слоев. Это понятное утверждение? Это очевидно. Что значит знать? Ну, иметь их просто, знать значение. То есть, когда ты делаешь Forward Pass, у тебя твой фреймворк, он запоминает все активации с каждого слоя. А потом… Так. Ну, там есть прямое… Ну, это просто для посчета градиента. Можно вперед считать градиент, а можно назад считать градиент. Поэтому фреймворки работают… Есть два разных способа. Что? Не понял. Мы же сейчас Backpropagation говорим. Ну да. Для Backpropagation так, как ты говоришь. Ну, короче, можно градиент считать назад, а можно вперед считать градиент. Есть два способа автограда. Ну, ладно. Не знаю. Мы про Back говорим. Не путай. Просто фреймворки не надо здесь. Короче, не знаю, про что ты говоришь. Ну, короче, чтобы получить DL по DX, мы должны вот эти все производные посчитать. Верно? Согласен? Вот. И нам надо их запоминать. И это очень большая проблема, потому что чем глубже сеть, тем больше ты запоминаешь промежуточных активаций. В какой-то момент у тебя на GPU-ху ничего не влазит. Да? Ну, можно еще GPU-ху подключить. Еще GPU-ху. Можно еще GPU-ху. А потом, как бы, получается, что все равно не хватает. И на больших датасетах в последнее время сеть обучается batch size 1. То есть ты берешь одну картинку, и у тебя batch 1. Больше у тебя не влезает. Да. Окей? Вот. А хочется как-то масштабировать. У нас batch size 1. Это же 3 года можно обучать. Ну, как? Возьми больше GPU-х. На каждой GPU-хе у тебя batch size 1. Три года обучать. Все верно. Ну, как большие сети обучаются неделями. Короче, главное понять, что вот если вы знаете, что вот здесь сохраняются активации, все, это вот все, что здесь написано на слайде, на самом деле, наверное. Вот, да. Back propagation requires storing the network activations. И, соответственно, в какой-то момент мы упираемся в GPU-память, ничего не влезает и больше не можем слоев застакать. Особенно с потоками, когда у нас там z и x из одного пространства. Соответственно, вспоминаем, у нас есть такая штука как nice. Вот. Что она делает? Она говорит, ну давайте вот возьмем наш x, разобьем его на две части и получим z следующим образом. Вот это ничего не тронем. А сюда, соответственно, вон ту сторону. Ну, типа вот это без изменений. А вот сюда вот используем вот такую, а здесь еще f применим отображение. Вот. Ну, помните, наверное, чуть-чуть хотя бы. Если у нас обратимая штука получится. Да, и это обратимая штука. Вот. Там как раз обратное преобразование написано. В статье про ревнеты, это Reversible Residual Networks, они говорят следующее. Ну, вот давайте применим вот такую же штуку как в nice. Вот здесь легко на это смотреть. У нас вот есть x, мы его поделили на две части, x1 и x2, почему-то x2 вверху, ну ладно. Вот. Соответственно, прибавляем к x1 f от x2. И как бы получаем вот эту, вот эту штучку. Согласны? Вот. А потом давайте сделаем то же самое, только поменяем вот здесь индексы 1 и 2. Ну, типа вот чтобы не было формулы z1 равно x1, мы сделаем еще такое же, но типа в другую сторону, но с каким-то другим оператором g. Это останется обратимым. Ну, это как бы два раза nice применено. Вот. Тут написано… А, да. По сути, просто два раза и перестановка. Да, да, да. Ну поменяли, вот на этом этапе мы как бы 1 и 2 поменяли и еще раз nice применили. Ну, то есть по сути-то это то же самое абсолютно? Абсолютно. То же самое, только два раза. Вот. Просто глубина поменьше будет теперь. Глубина поменьше. Ну, в смысле, вместо двух nice у нас как бы один слой. Думай, как хочешь. Ну, типа, это от твоей интерпретации зависит. Мы хотим, ну, не сжимать как-то… Ну, вот эта проблема… Да, да, да. Да, ну, все, что… Нет, вот почему два? Два, потому что мы хотим, чтобы не было каких-то переменных, которые оказались не затронутыми. Когда мы поменяли x1 и x2, то у нас как бы теперь мы вот к этому x1 тоже применим какую-то вот g. На самом деле f. Ну ладно, неважно. Вот. Ну, на самом деле вот формула очень простая. Давайте вот сделаем вот такое преобразование, заметим, что на самом деле оно обратимо. Вот. Ну, просто типа авторы еще говорят, что мы в этом всем вдохновились nice-ом. Вот. Но можно вообще вот это вот выбросить и сказать, ну, вот есть такое преобразование, заметим, что оно обратимо. Окей? А что это значит? Это значит следующую вещь. Если это преобразование обратимо, то мы можем получать активации, когда делаем backward pass. Согласны? Ну, типа, если преобразование обратимо, имея в самом конце вот через тысячу слоев какие-то там y, мы можем получить предыдущую активацию, используя вот те формулы. Да. Мы просто перевыразили их через тысячу слоев. Да. Соответственно, получается, что в back propagation нам не надо хранить активации, если у нас вот такая инвертируемая штучка. Сейчас. А вот в back propagation мы же, по идее, должны хранить вот эти частные производные. Ну, к ним еще обязательно должны хранить активации. Да. Ну, для того, чтобы прочитать производную, в формуле есть активация напрямую. Окей. Простите. Вот. Соответственно, что мы получили? Нам не надо хранить активации. И это победа, потому что теперь все, что мы должны сделать, мы должны сделать forward pass, ничего вообще не запоминая, запомнив в конце, что получили. И считать уже просто градиенты просто с ограничением по памяти константным. То есть, когда у нас увеличивается глубина, у нас ограничение по памяти никак не увеличивается. То есть, для вот этой вот штуки надо отдельно прям в формуле писать свой выбор. Вот какой умный молодой человек. Для того, чтобы это сделать, это я даже где-то должен был написать. Да, вот, в конце сам. Все, что нам надо сделать, это переопределить backward. Ну, то есть, прям руками. И forward надо. Forward сохраняем. И forward и backward, скорее всего, да. Вот. И forward и backward надо, да, ручками переписать и в те места, где сохраняются активации, ничего не делать. Вот. Да, это, конечно, муторно, но, как бы, уже где-то и написано, наверное. Вот. Ну, короче, да. То есть, как бы, если ты просто запробаешь вот эти вот формулы, то ничего не изменится, у тебя все равно… Приятно, да. Да, вот. Но, в принципе, не такая большая беда, и за пару дней-то уж точно можно разобраться и сделать. Вот. Но, что еще получается? На самом деле, в этой статье они говорят, что, ну да, это все хорошо, но все равно сетка большая, потому что x, y, типа, большие даже, а слои-то все равно здоровенные. Давайте все-таки вставим какие-то пулинги, страйты, ну, сделаем что-то резнет-подобное. Вот. И тогда, что нам надо делать, вот, то есть, у нас есть вот какая-то сеть, да, и в какой-то момент у нас там, например, max pooling стоит. Так, резнет-подобное – это проброс градиентов. Да. А max и max pooling – это точно не резнет, ну, типа, это общая структура. Ну, резнет у тебя все равно… Еще раз. Ну, резнет – это сама идея резнета впервые, почему резнет-блок – это значит, что мы делаем проброс градиента. Ну, не градиента, в смысле, функции. И вот… Нет, ну, ты согласен, что вот это вот резнет написан? Частичка резнета. В некоторой степени. В чем идея резнета, то, что у нас там… А у меня даже будет слайд. Давай, подожди, я тебе сам расскажу, в чем идея резнета, сохранив память, Андрей. Ну, так вот, короче, есть какая-то сеть. Резнет-подобная, назовем ее так, если тебе так приятнее. В ней используются max pooling. В max pooling не только в резнете используются. Ну, да. Хорошо, но во всех… Смотри, что хотят авторы? Они хотят взять какую-то сеточку, которая здесь называется резнет, но, конечно же, они не правы. Вот. И которая является сотой на датасетах, сделать revnet и сказать, что мы не просели по качеству. Выиграли. Ну, где-то там в одном месте. А, даже не в одном. Где-то выиграли, но вообще не просели. Почему вообще может быть просадка? Просадка может быть потому, что, когда у тебя 100 слоев, и ты делаешь вот этот backward pass и активации восстанавливаешь, у тебя накапливаются ошибки. Вот. Ну, просто numerical errors. Вот. Они могут накопиться очень большие. Просели? Ну, просели чуть-чуть. Но, как бы, современные исследования не пишут дисперсии. Дисперсия для лохов, поэтому непонятно на самом деле. Как бы, да, числа одинаковые. 5 и 5. Ага. Окей. Протестировать гипотезу о том, что 26 на резнете, а у них 25… 6 на резнете. Ну, ладно. 6. Ну, в общем, они считают, что тут все нормально. Я думаю, что тоже все нормально. Короче, важно… Что я хочу сказать-то? Если у нас все-таки есть какие-то слои, которые неинвертируемые, такие как MaxPooling где-то, Stride, то все, что нам надо сделать, нам надо сохранить с активацией только в этих местах. Вот. Ну, то есть даже если у нас… Окей. Вот. Соответственно, в их архитектурах как раз были вот такие слои. То есть все, что ты делаешь, вот когда есть такой слой, здесь сохраняешь, а в других слоях не сохраняешь. Вуаля. Вот. Вся идея. Подожди, можно сейчас? Конечно, да. Давай. Как обычно. Вряд ли. Я думаю, очень умный. Ну давай. Получается, у нас все равно сохраняется та же структура. То есть мы берем… Ну, то есть как в Paytarche у нас с блоками собирается, да? Ну да. В смысле, что значит как в Paytarche? Мы сейчас просто вообще нейроны обсуждаем. Абсолютно верно. В любой проиморке нейроны собирается блок. Ну, тебе даже не блоками нарисуют. Да? Да, да. То есть я беру один блок из… Эти как его… Вот эти… Ревнет, да? Вот, блин, ни хрена не видно. Там, короче, написано, что… Я приобретил только вот это блокер. Если я его вставляю в общий фреймворк… Да. Более того, я не вставил, к сожалению, график. Там в статье прямо графики обучения, ну просто трейн и тест лосс, они абсолютно идентичны. То есть даже когда падает learning rate, там они оба падают. В общем, ничего не меняется. Все, что они сделали, они добились того, чтобы примерно параметров было одинаково и в первой, и во второй сетке. Вот. Ну это как бы просто интересное применение потоков. Во-первых, типа, эта модель почти инвертируемая, за исключением вот таких мест. Вот. Это получается как бы поток, но при этом он более-менее масштабируемый. Вот. Просто как бы у потоков большая проблема, что масштабировать плохо. Вот это вот… Глубину увеличиваешь, а ГПУшка у тебя все равно работает твоя. Да. Вот. Соответственно, дальше появляется статья iRevNet, которая вообще в плане теории ничего не говорит. Вот она говорит, есть ревнеты, давайте вот эти max-пуллинги вообще уберем. Ну, все будет инвертируемое. Вот убрали max-пуллинги, да, у нас все разрослось, стало все жирное. Но давайте проверим следующую гипотезу. Обычно эти вот ученые-ресерчеры, когда используют всякие сверточные сети, говорят, ну, вот есть сверточная сеть, она хорошо работает в image classification, но работает она хорошо ровно потому, что в какой-то момент у нас есть страйды, у нас там переход от special dimensions к пространственным… от пространственных, короче, к глубине. Вот. И в какой-то момент мы теряем очень много ненужной информации. Вот. И из-за этого сеть, как бы, может извлекать необходимую информацию, а не нужную забывать. Вот. Ребята говорят, а так ли… точнее, ставят гипотезу. Нет. Что тут написано? Статистика какая-то. Да, аж 0 они ставят. Короче, вот есть гипотеза, что хорошо, что мы теряем какую-то неинформативную информацию, а ребята говорят, а что, если это не так? Вот. Какие аргументы за то, что вот надо потерять? Во-первых, есть такая штука, как… В общем, зная активации на каком-то слое глубоком, мы можем попробовать восстановить, а какая же была картинка исходная, зная вот эту активацию. Понятно? Да. Вот. Видели такие штуки? Ну, вот это да. Типа дип-дримов там, вот такие там… Визуализация, как это называют? Визуализация этих слоев. Например, да. Ну, в общем, много таких штук еще там в 2015-х годах делали все, смотрели на эти штуки, и всегда оказывалось, что чем глубже мы берем активацию… Чего? Чем хуже, короче. Да. Вот. Тем хуже все становится. И это говорит о том, что, ну, видимо, сетка потеряла какую-то ненужную информацию, и от этого как бы ей стало хорошо. Вот. Вторая… Второй аргумент в эту всю песню называется Information bottleneck principle. Это, в общем, такая штука из теории информации, которую мы, на самом деле, не затрагиваем, но, в общем, она говорит следующее, что все, что нам… Ну, для того, чтобы получить некоторое вот здесь вот хорошее representation, представление о нашем объекте x, мы должны сделать следующее. То есть мы должны минимизировать MI – это совместная информация между input и z, но при этом максимизировать информацию… Вот здесь вот еще мы сейчас классификации рассматриваем всякие… Блин, отлично вообще. Все, перестал писать. Но при этом должны максимизировать совместную информацию между y и z. Вот. И, понятно, в теории информации какие-то свои крутые штыки, которые я, на самом деле, не знаю. Ну, в общем, есть какие-то там теоретические оценки на это все дело, и вроде как мы действительно где-то вот здесь, когда теряем информацию какую-то ненужную, мы от этого выигрываем. Ребята говорят, а что если мы вообще сделаем полностью инвертируемую сеть, то есть сделаем так, что из этого z можно прям точно восстановить x, то есть мы вообще не будем терять ни капельки информации. Сможем ли мы добиться того же успеха? А в ревнете мы так не можем сделать. В ревнете были вот… в изначальном были вот эти вот… Макс-пуллинги где-то… Все, что они сказали, вот давайте выбросим вот все, что неинвертируемое, то есть сделаем такой ревнет, который будет инвертируем полностью. И проверим гипотезу, что нам не надо вообще терять. То есть даже если мы будем до сотового слоя держать всю информацию об x, мы все равно сможем решить задачу точно. А нелинейные нейронные сети мы не пытались использовать? Чего? Линейные нейронные. Линейные? Ну есть такие штуки, есть сети, короче, которые не используют функции активации вообще. Так это же… Да, да, мы тоже не можем понять. Но я тоже не могу понять. Нет. Есть такие сети, да. Нет, зачем? Я не знаю. Там даже теоремы доказывают. Линейные регрессы. Это не только и можно доказать. Короче, это ужасно. Не знаю, Андрей, давайте сам разберись в этом всем. Вот. Соответственно… А я уже это все рассказал. Короче, вот они хотят построить каскад гомеоморфных… Гомеоморфных… Попрошу… Слоев, которые будут полностью инвертируемы до последнего отображения вот в метке классов. То есть не будем вообще ни капли информации терять. Ну, последний слой у нас там будет W на X, W на Z. Вот. И получится лишь что-либо. Вот. Дальше они там, конечно же, какие-то красивые вещи начали рисовать. Ну, хотя бы какую-то теорию начали двигать. На самом деле, вот все, что в этой вот очень страшной кракозябре написано… Давайте… Вот этот вот оператор, который делит наш X на… В общем, X1 и X2… То же самое, что нарисовано… Да. То же самое, что нарисовано здесь, только очень сложно. Вот. Но как бы в статье было, и там они столько времени это обсуждают, что я решил тоже сюда вставить просто, чтобы было. Дальше вот, соответственно, вот эта вот F появляется, дальше они тут их местами меняют и еще какое-то преобразование применяют. Вот. И, в общем, в чем понт? Сделали вот эту вот сеть, IREVNET, сделали примерно такое же количество параметров вот в одной из них. Одна там очень жирная была, другая нет. И ошибка никуда у нас не делась. Конечно же, опять без дисперсии, очень… Очень круто. Но, в общем, идея понятна, да? Понятно? То есть они настакали вот этих вот слоев из… поточных слоев, как бы. Да. Они настакали этих слоев и сказали, что вот тот факт, в который все отчаянно верят, на самом деле, ну, как бы под сомнением. То есть там от потока, по сути, уже ничего не осталось. То есть просто вот идея… В смысле, это и есть поток. Это поток. Ну, а вот он обучается с помощью максимизации вот этой плоты. Не-не, это классификация, да. Ну, в смысле… Нет, тут не осталось… Да, окей, хорошо. Да, да. Это… Я не помню, какое определение потока я написал на первом слайде, поэтому я не могу сказать. Короче, это инвертируемая архитектура, полностью инвертируемая. Вот. Зачастую в сетках это очень-очень полезно, потому что у тебя есть сеть, и ты хочешь получить вот какое-то обратное предупреждение, у тебя его нету. Вот. Там в Y есть декодер, который там не точный. Там в GAN-ах ничего нету. Вот. Вот эта штука позволяет тебе прям точно восстанавливать твой вход, имея ZQ. Окей. На последнем слой предполагаешь, что точно такая же картинка, только вместо изначальных пикселей… Ну, какое-то представление, непонятно какое, нелинейное. Ну, метку класса. И ты получаешь там еще одним слоем на W какой-то умножаешь. Вот. Дальше я должен был рассказать еще одну статью, но… Короче… Ладно, на словах расскажу. Дальше появилась статья, которая вот сюда перед I буковкой вставила еще буковку F. Я не помню, что она означала. Короче, FI revnet. Они… Ладно, блин, рассказывать или не рассказывать? Не могу решить. Короче, они сделают следующую вещь. Есть такая штука, как adversarial attacks. Слышали, наверное, да? Вот. Они смогли revnet очень элегантно использовать для построения adversarial attack. Они сделали следующую вещь. Вот есть какой-то X. Вот. Есть какой-то revnet, который получает Z. И они сказали, давайте для получения мета-класса будем использовать некоторую часть этого Z. А вот эта штука… Не помню, какой-то там типа… Окей, C напишем, а вот здесь Z. А вот эту штуку вообще никак не будем трогать. Ну, то есть типа в обучении вот эта часть вообще не работает. То есть для того, чтобы получить метку-класса, мы используем вот эту часть. Вот. То есть вот здесь вообще какой-то шум непонятный, не содержащий никакой информации. И они говорят следующее. Имея такую штуку, мы можем строить adversarial attack. Каким образом? Мы можем пропустить X, получить какие-то метки-класса вот здесь. А дальше вот здесь сделать все, что угодно. Ну, поменять вот эту часть Zn, потом вот сюда стрелочку нарисовать, получить X, который будет другой, у него будет такая же метка класса, но на самом деле по факту он будет из другого класса. Ничего не понял. Ну смотри, у тебя есть классификатор, который какие-то метки предсказывает. Вот у меня есть RiftX. Да, я хочу, смотри, вот у меня есть картинка кошки. Да. У меня есть классификатор, который говорит, что это кошка. Да. Я хочу как-то поменять картинку, сделать так, чтобы классификатор все равно говорил, что это кошка. На самом деле там уже псы какие-то бегают на ней. Вот. Как мы это делаем? Обратная стрелочка как построена? Ну, RevNet это обратимая функция. Вот если есть RevNet, у тебя есть и обратная. Вот, соответственно, здесь меняем, делаем все, что хотим вообще, получаем слонов. А у X и Z одинаковая размерность в этом и Pond. А, ну мы не весь? Для того, чтобы получать метки класса, мы берем какую-то часть Z. Все, я вот эту. Вот. Там на самом деле достаточно много в той статье прикольных вещей, но я сам не во всех… В смысле? Они сказали, что типа мы придумали архитектуру, которая легко подвергается adversarial атакам? Нет. Они говорят, что RevNet можно использовать для построения adversarial атак. Для построения хороших adversarial examples. Вот. Они там очень много теорий наградили, и если вас это интересует, сами читайте статью. Вот. Я сам не во всем разобрался. Они там еще говорят, как… Ну, надо же сделать так, чтобы вот здесь вот был действительно шум какой-то, чтобы здесь не содержался никакой информации. Для этого они там какие-то лоссы энтропийные еще засовывают, чтобы там равномерное распределение на этом всем было. Вот. Но, в принципе, это… В общем, идея просто, что RevNet действительно развиваются, и там каждые 3-4 месяца выходит какая-то статья на эту тему. Вот. И, в принципе, если интересно… Используют для построения adversarial примеров для каких-то других сеток? Да. Статьи эти выпускать. Не надоело им это наукой заниматься? Не знаю. Ужас какой-то наук. Ну, как не наук? Ну, типа, очень много шлака, но среди шлаков всегда находятся какие-то крутые идеи. Ну, смотри, видишь, нам рассказывают сейчас про теоричные науки. Так. Все. Смотрите, какой-то слайд красивый. А это они вот эти вот штуки делают? Нет, это все, другая тема. Глоу называется. Генеративный флоу, по-моему. Короче, в названиях всегда очень крутые. Это статья от OpenAI, которая в 2018 году вышла. В чем ее понт самый главный? Для генерации лиц обычно, вот, типа, когда говорят о генерации лиц, все всегда думают о ганнах. Вот, ганы, наше все, про которые я ничего не рассказывал. Вот. И... Не очень хорошо. А? Там же бывают лица. Ну, бывают. Ну, в смысле, а лучше все равно нету нигде. Вот. Соответственно, до этой статьи не было ни одной модели потоков, в которой могли бы вот такие хорошие лица генерить. Ну, понятно, что даже сейчас уже смотрится так, что типа, там, что-то поехало где-то. Вот. Ну, ну, что ж поделать. Вот. Но, в целом, вот это первая статья, в которой прям был алгоритм, была модель, которая хорошо генерила лица. Вот. В принципе, очень мало чего они сделали, и все было уже сделано до них. Они лишь смогли нормально это все обучить, и там пару идеек своих добавили. Но, как бы, когда все говорят о потоках, это прям такая ключевая статья. Давайте посмотрим, что они сделали. Блин, там же цвета должны быть. Интересно. Очень информативный слайд. Много теорий на нем. Что здесь нарисовано? Нарисована просто их сетка. Вот смотрим на правую часть. Есть x внизу. И дальше, соответственно, применяется несколько раз. Вот, видите, три блока. Squeeze, Step of Flow, Split, и потом зацикливается. Вот. L раз. Вот. То есть, что здесь делается? Мы L раз применяем какой-то flow. Вот. Какой flow нарисовано слева? Вот. Тут используются три операции. ActNorm. Что бы это ни значило, сейчас расскажу. Какая-то invertible, one-by-one свертка и афинный каплинг. Вот. Сейчас расскажу все поподробнее. На самом деле, вот все, что здесь написано, это примерно то, про что мы говорили. То есть, на первом, на первом этаге… Ладно, давайте вот на этом слайде обсудим. Короче, есть три операции. ActNorm, Invertible Convolution и афинный каплинг. Что такое ActNorm? Ребята говорят следующее. Ну вот, когда мы потоки используем, у нас все такое жирное, все такое большое и batch size у нас очень маленький. Вот. А мы хотим batchNorm использовать. Про batchNorm, я думаю, вы знаете, что такое. Вот. А batchNorm плохо использовать, когда batch маленький. Потому что по batchу там усредняется. Все. Поэтому они говорят, давайте будем использовать не batchNorm, а… Наверное, это activationNorm. Я, кстати, не читал статью про эту штуку. Все, что они говорят, давайте будем не вычитать какое-то среднее по batchу и дисперсию, а будем вот эти параметры среднего и дисперсии просто обучать. Ну, сделаем их обучаемыми. Вуаля. Идея просто гениальная. Вот. При этом как-то их хорошо инициализируем так, чтобы они были похожи на batchNorm. И, как бы, все. То есть, в принципе, это просто линейный слой, некоторая нормализация, которая обучаемая, настраиваемая. Окей? В науке… В науке никакой. В batchNorm тоже обучается. Правильно? Ну, смотри, в batchNorm ты вычитаешь… Блин, я… Что с маркерами делать? Ты вычитаешь среднее… Да. Да. Ты делаешь x-μ на сигма и потом гамму и там b тут делаешь. У тебя вот здесь. А тут мы говорим, делаем просто sx плюс… Что там или минус? плюс b, где s и b обучаются, но здесь… А если b это что? Скаляры или векторы? Скаляры или векторы? Скаляры или векторы. А я смотрю, наверное, b векторы. Скаляры или векторы. Скаляры или векторы. Я, кстати, не знаю, как они… Ну, что-то, неважно. Давай не будем об этом думать даже. Просто если это скаляры, то это… Не помню. Наверное, вектор. Ну, в смысле… А, нет, да. s и b это векторы, а вот здесь у нас вот этот… такая точка. А, все, тогда другое, да. Вот. И мы хотим сделать, чтобы они работали примерно как батч-норм, они просто инициализируют s и b, взяв некоторый первый батч, то есть берут первый батч, инициализируют s и b таким, чтобы вот это было похоже на батч-норм и обучают. Ну, какая-то там есть статья, в которой это все работает. Короче, хак, в котором нет… Давайте не будем обсуждать. Вот. Что они хорошего сделали? Вот они предложили… Вот вторая строчка, это ключевая вообще во всей этой работе. Что в ней имеется в виду? Вот. Смотрите, вот. Когда у нас был… Есть? Нет. Давайте назад тогда пойдем. Когда мы использовали вот такую штуку, вот. Мы вот здесь разбивали как-то индексы на две части. Обычно просто… Ну, во всех статьях обычно делали следующее. У тебя есть тензор, давайте первую половину каналов отнесем к x1, вторую – к x2. Окей? Вот. Они говорят, ну, окей, так можно. Можно, например, в шахматном порядке в пространстве. Ну, типа… Вот есть у нас тензор, да? Вот какой-то. Мы можем разбить его вот так вот поканально, а можем, например, вот здесь в шахматном порядке разбить на x1 и x2. Верно? Ну, как угодно можем. Давайте как-то обобщим это все дело. И они говорят, а давайте использовать свертку 1 на 1. Что такое свертка 1 на 1? Fully connected слой. Fully connected слой. Да. Мы 1 на 1. Мы каждый элемент… Ну, без бэшки еще. Без плюсы. А, бэшки. Чего? Нет. Да. Без бэшки. Ну, без смещения. Нет. Fully connected слой – это когда с каждым ты соединяешь элемент. Да, но еще мы добавляем смещение. Сейчас. А если… Нет, давайте… Нет, в смысле свертка 1 на 1 – это не fully connected слой. Я так подумал. Да, получается 1 в 1 просто. Просто линейное преобразование. Каналов. Ну, в смысле, для fully connected слой ты вот этот элемент должен со всеми вот этими соединить. А в свертке 1 на 1 у тебя… Нет, еще раз смотри. Блин. Чем писать? Короче, вот у тебя есть тензор, да? У тебя вот здесь W, здесь H, здесь C. Вот. Что делает свертка 1 на 1? Вот, окей. Что делает свертка K на K? Да, там 3 на 3. Ты берешь вот типа три элемента… Три элемента вот здесь берешь. И вот такой вот под тензор, то есть три элемента и по глубине сворачиваешь. Все суммировать. А здесь ты сворачиваешь вот один маленький элементик вот такой по каналу. То есть информация между соседними… Ну, в смысле, в пространственном разрешении пикселями никак между собой не связана. Вот, это свертка 1 на 1. То есть, по сути, мы что, складываем цвета? Окей, можно думать так. Ну, на первом слое цвета, а дальше там какие-то уже… Я просто думал, СССР двухмерный. Трехмерный. Ну… С какими-то еще, наверное, коэффициентами? Ну, с весами. С весами свертки. Вот. Соответственно, что они говорят? Вот, на самом деле, вот эта свертка 1 на 1 – это обобщение, вот разбиение вектора на две части x1 и x2. Согласны с этим? Вот. Давайте возьмем и вставим туда свертку 1 на 1. То есть, будем… Ну, свертка 1 на 1 задается матрицей c на c, где c – число каналов. Верно? Согласны или нет? Ну, сколько параметров у свертки 1 на 1? Сколько параметров вообще у обычной свертки? Ну, типа, k на k. Ну, k на k на c. Ну, k на k на c. c квадрат. Ну, c входной и c выходной еще. Ну, смотри, у тебя один тензор… Ну, хорошо, не в квадрате, там c1 и c2 должен быть. У тебя один тензор переходит в другой. Вот здесь w на h на c1, здесь w на h на c2. Вот. Если у тебя свертка k на k, у тебя k квадрат на c1, на c2. Не полностью, а, короче, не теряем разминус. Окей. Я просто думал, что мы вообще двумярные два. Нет. Ну, окей. Что сверткой считать? Если свертка – это для одного фича мапа, то будет, да, без c2. Окей. Вот. Соответственно, если у нас k равно 1, то здесь будет c1 на c2. Вот. Если c1 равно c2, то будет c квадрат. Математика. Вот. Соответственно, получается квадратная матрица. Как говорится. Утверждение. Утверждение, да. Теорема. Теорема. Да. И если мы ее обернем, ну, в смысле, w в минус 1 найдем, то вуаля, у нас получается обратимый слой. Вот. В чем понт? Ну, цена c обычно не очень большая. Мы можем инвертировать эту матрицу. Конечно, ну, типа, может быть дорого, но, в принципе, как бы, c обычно там до 1000 точно уж. Соответственно, что хорошего в этом всем. Мы можем посчитать, в принципе, ее детерминант, если она не очень большая. Вот. И у нас получается инвертируемое преобразование. Вот. А дальше они используют affin-capling, который вы уже знаете. Это, типа, вот написано, как он применяется. То есть делим x на x1 и x2. Дальше применяем сетку, чтобы получить... Ну, короче, типа, понятно здесь, что написано. Или вы вообще видите, что написано? Не особо. Не особо видите. Короче, вот все, что здесь написано, давайте разделим... Блин, не могу без маркера. Давайте разделим наш x на две части. Первую оставим без изменений. Вот yb равно xb. А вторую часть умножим на некоторую константу и прибавим некоторое смещение. Окей? Где эти константы смещения? Это выход некоторой сети. То есть вот здесь написано... Вот это nice. Вот прям вот. Прям вот. Nice. Nice. Красота. Вот. И это штука обратима. Короче, все, что у нас здесь есть, это вот три обратимых преобразования, которые мы много раз стакаем и что-то получаем. Вот. И все, больше они ничего не предложили. А, нет. Они еще сказали следующую вещь. Вот. Нам надо детерминант вот этой w считать, который как бы c в кубе. Сложность. Согласны? Детерминант матрицы, чтобы посчитать. Вот. Они говорят, что если использовать LU-декомпозицию... Знаете, что такое LU-декомпозиция? Каждую матрицу можно представить как произведение матрицы перестановок на нижней треугольную матрицу и на верхнюю треугольную матрицу. Вот. И если мы вот это вот сделаем, то... Каждую матрицу? По-моему, каждую. Не знаю. Ну, у тебя вот есть компьютер, там есть интернеты. Читай в них. Ну, я знаю, какое-то слово для... Сейчас. Положительный определенный точно. Ну, там L-транспонировал. Прямо здесь. Не знаю. Ну, по-моему... он делает любую матрицу. Короче, неважно. Не важно. Здесь мы будем вместо V проникть PLU матрицу. Смотри, P не меняется, LU у нас обучаемый параметр. Но они ниже не треугольные. Ну, короче, треугольные, поэтому... Да. Ну, L – это lower, а это upper. Любая должна быть квадратная. Ну, а она квадратная. Любую квадратную. Вот. Соответственно, в чем понт? Детерминант вот такой штуки – это просто вот эти S. То есть надо перемножить S и все получим. Вот. И что посчитать? O, C получается. Потому что это вектор. Ну, как бы вектор перемножить. Это гениально. Но дальше они говорят следующую вещь. Мы это сделали, конечно, но мы вообще не заметили никакой разницы. Ну, ты поменял S в кубе на O от C. Как сложность. Здесь написано, как будто мы так можем всегда сделать. Ну, квадратная матрица W. Ну, как? Всегда. А в чем смысл считать детерминант для неквадратной матрицы? Ну, просто детерминант мало где. Ну, здесь какое-то еще точно есть предположение. Ну, потому что мы не можем просто так… Ну, так это же… Почему не можем? Мне непонятно, что тебя смущает. Это не так дорого. В смысле, это один раз надо сделать и все. Нет, ты будешь обучать. Для каждой матрицы W надо делать разложение. Нет, подожди. Ты изначально… Вот все, что тебе надо сделать… Нет, сейчас, да. Он просто говорит, типа… Что учитывается, если мы можем детерминант посчитать за C. Знаете, что-то неверное. Я говорю, что посчитать детерминант за C и произвольный матрицы… А, ну да. Ну да. Понятно, что в обучении, да, мы просто делаем разложение, обучаем матрицы. Да, я понял ваше недовольство. Вот. Дальше они говорят, что давайте сравним следующую вещь. Возьмем вот этот invertible one-by-one convolution и сравним их с тем, что было до этого. А до этого мы просто брали и переворачивали каналы, ну типа заменяли x1 на x2. Вот. Ну понятно, что… Ну как непонятно, но в общем это действительно сильно лучше работает. Вот. Там какие-то вот они графики log-like лиху-то привели. И что у них прям вот хорошо получилось – делать вещи, которые давно уже делаются во всяких… В вае, в ганах, да. И причем более-менее хорошо, потому что это первая статья про потоки, в которой смогли сделать это красиво. То есть взять и… Ну вот это понятно, как делать такие face interpolation? непонятно. Ну вот есть два лица. x1 и x2. Берем, применяем сетку. Поток наш будет f. Получили z1 и z2. А дальше, да, вот делаем, вот идем по отрезку в этом пространстве и делаем f-1. f-1. Это сейчас приложение, где все, короче, так делают, и вот смешно, но нет. Ну вот смейся. Ну я говорю, что нет. Вот. Короче, это хорошо, потому что это поток. У потоков есть много преимуществ. Вот. Соответственно, вот эта штука у них хорошо работает. Дальше они сделали, ну, совсем уже вещь такую гановскую. Давайте возьмем лицо и на него улыбку наложим. Это понятно, как делать или нет? Смотри, у тебя есть датасет. Пусть он будет размечен и, типа, это лица с кучей атрибутов. Ну, то есть ты прям знаешь, что вот на этом лице есть улыбка, это лицо молодое, это лицо там женщины, мужчины, ну и так далее. Вот. Ты можешь взять все лица в твоем датасете, которые улыбаются. Найти центроид такого множества. Ну, просто среднее найти. И можешь взять все лица, которые не улыбаются и найти тоже центроид. У тебя есть два центроида в скрытом пространстве. Вот. Тоже в Z1 и Z2. То есть у тебя есть как бы вектор… Что? Центроид. Ну, среднее арифметическое, давай возьмем. Даже не будем, никакие веса даже не будем. Соответственно, у тебя есть просто средний вектор в скрытом пространстве всех лиц, которые улыбаются и средний вектор всех лиц, которые не улыбаются. Соответственно, вектор от Z2 к Z1 – это вектор, который, да, делает лицо улыбающимся. Мы берем картинку и добавляем… Мы берем картинку, перегоняем ее в Z, добавляем вот этот вектор улыбашку, вот, и выводим. Ну, и, соответственно, можем идти по этому вектору и, типа, улыбку на Макс выводить, да. Вот. Короче, это все давно уже было там в ганнах постоянно этим всем… А? Должно по улыбке выводить. Ну, вот, выглядит достаточно реалистично. О чем это говорит? Это говорит о том, что скрытое пространство имеет какую-то хорошую структуру. Структуру? Вот. Наверное, можно какие-то другие более крутые гипотезы ставить, более осмысленные и проверять, хорошее ли у нас скрытое представление получилось. Вот. Ладно, это все детсад. Это не среднее считается. Среднее? Почему? Необычное среднее. Обычное среднее. Да. Ну, это нормально работает. Есть, типа, там, оптимальный транспорт, мы, там, вводим распределение на этих картинках. Ну, если работает и так, то что тут здесь? Блин. Да, это… Вообще, на самом деле, это странно. Ну, типа, почему к любому лицу, если я эту вектор лубашку добавлю, что-то получается… А, потому что ты латентом пространства. Ну, да, латентом. И мы… А ты куда хотел добавлять? Просто суть в том, что если ты будешь тупо усреднять картинки, у тебя получится размазня. Так, конечно… Не, в смысле, в этом весь понт, потому что у тебя получился Z, который какая-то там а-ля евклидовая структура в нем появилась. Не, но картинки можно усреднять, если вот не так тупо, а, в общем, хитро. Не, ну, в смысле… Можно, типа, получать какую-то среднюю картинку. Да. Более… А это что, не хитро, по-твоему? В смысле, но ты… Это по-другому про все хитро. Ладно. Окей. Ладно, давайте дальше. Что во времени? Ты хотел еще… Ой-ой-ой-ой, быстрее погнали. Быстрее, все очень плохо. Да, сейчас нейронные вот эти ODE… А, Андрей, все, внимание на экран. У нас тут резнеты подъехали. Сейчас будет. Короче, в чем вообще понт? Когда появились резнеты и почему это круто? Были сетки, да, VGG-шки там всякие, VGG-16, VGG-19, знаете, такие буквы. Вот. Это, наверное, год 2014. И вот, ну, вроде они хорошо работали, сотые были, а потом вот начали добавлять еще больше слоев. Ну, то есть, как бы… И что-то происходит. Ну, плохо. Не бьются наши рекорды. Вот. И была предложена следующая вещь. Давайте… Он бьет весь приход резнета, вот там вот стрелочек. Ну, да. Собственно, поэтому я сюда и вставил это. Вот как бы все, а не Max Pulling. Max Pulling был еще до резнета. В резнете делали… Не говорилось… Андрей, смотри, есть… Смотри, да, я понял, солнышко, слушай. Есть некоторый набор моделей, которые имеют зафиксированную структуру. Вот. Например, резнет-18 – это вот прям сетка, которая готова, была предложена в определенной статье, и все ей пользуются. Во всех фреймворках она имеет одну и ту же структуру. Когда я говорю резнет, я имею ввиду какую-то некоторую определенную структуру, в которой используются residual блоки, и в которой есть всякие страйды, Max Pulling в определенных местах стоят. Понял? Когда я говорю, практически во всех современных резнетах есть какие-то… Это я понимаю, да. Вот я и это говорю. Все, мы договорились с тобой. Да просто. Давай продолжим, а то мы ничего не успеем. А потом ВКонтакте с тобой попереписываемся, обсудим, там про библиотеку поговорим. Вот. Соответственно… Все, что говорит резнет, давайте делать так. Вот. То есть до этого мы делали y равно f от x, а теперь будем делать x плюс f от x. и вроде как понятно, что если мы берем градиент, у нас всегда есть единичная функция. Окей? Вот. Из-за этого, даже если мы много слоев вот таких поставим, то градиент как-то да будет протекать. Окей? И вот. И появились вот такие вот классные штуки, которые перестали вообще в статьи влазить. Вот здесь просто нарисована какая-то резнет-подобная архитектура, в которой есть свертки, потом вот такой skip connection, потом снова свертки, skip connection и так далее. Да? И это сейчас везде используется. Все соты на ImageNet получены с помощью вот таких сетей. Дальше. Вспоминаем нейронные сети. Ой, нейронные сети, все перепутал. Дифуры. Второй курс. Второй курс. Да ведь? Или третий. Согласны, что вот это дифур. dz по dt равно какой-то функции. Дифур. Обычно, когда вы дифуры изучали, у вас была следующая задача. Вот есть дифур, есть какое-то начальное условие. Как вот нам получать z от t в произвольный момент времени? Ну, как можно получить z от t? Чтобы получить, надо проинтегрировать вот эту штуку. f от вот этих всех параметров по dt. Сейчас мы еще сюда воткнули некоторую тету. Пусть вот эта функция зависит от каких-то параметров. Ну, пусть так будет. Параметрическая. Да, параметрическая функция. Так это называется в математике. Вот. И теперь вспоминаем бочмоты. Второй курс. Или третий? Третий. Третий курс. Был там такая штука, как шаги Эйлера. Вот. Понятно? Что ты сказал? Схема Эйлера. Все верно. Что она говорит? Для того, чтобы посчитать значение в некоторой точке t плюс дельта t, давайте возьмем z от t плюс дельта умноженное на f. Ну, типа аналог разностной производной. То есть, если zt вот сюда перенести, поделить на дельта t, это оценка производной. Окей. Понятно. Элементарно. Дальше. Теперь смотрим на наш резнет. В нем мы делаем следующую вещь. zt плюс 1 равно zt плюс f. Верно? Замечаем, что если мы сюда в дельта t подставим единичку, то получим резнет. Что это означает? Это означает, что, возможно, резнет-то на самом деле можно интерпретировать как решение некоторого дифференциального уравнения, которое использует схему Эйлера с дельта t равным единиц. То есть, и тут что наводится? Вы сразу же, как специалисты в вычислительной математике, вспоминаете методы рунги-кутты, наверное, вот это все. Когда я прочитал, я такой, господи, да, это что? Это где-то используется в мире. Ну, в общем, схема Эйлера, она не идеальная. В ней очень много ошибок накапливается. Это самое примитивное, что можно сделать. И тогда мы начинаем думать, блин, резнет – это самое примитивное, что можно сделать. Ну, это же дипломер. Вот-вот. И что бы нам хотелось? А давайте, во-первых, будем думать о нейросети как о некотором дифференциальном уравнении, во-первых, и попробуем как-то его решать более хитро, чем схема Эйлера. Благо есть вычмоты, которые за лет сто уже какие-то крутые методы научились делать, и нам даже не надо их знать, потому что есть какие-то солверы автоматические, в которые ты просто засовываешь f, засовываешь начальные условия и получаешь z1. Еще. Что там дальше у меня написано? Ну вот, давайте здесь еще посидим. Есть резидиал блок. И что еще? Важный момент. Вот это Δt, равная единице, по сути, это слой. Ну, то есть zt и zt плюс 1 – это один слой. А что, если мы Δt будем считать очень маленьким и будем тем самым увеличивать количество слоев, но при этом достаточно неявно? То есть, если мы будем считать, что здесь не Δt, а что-то поменьше, то мы тем самым делаем какое-то бесконечное число слоев. В пределе, когда Δt стремится к нулю, мы получаем вообще сетку с бесконечной глубиной. Да. Соответственно, давайте сделаем следующее. Мы запараметризуем нашу непрерывную динамику скрытых состояний, используя дифференциальное уравнение, которое определено нейросетью. Бау. Вот. Короче, получается, у нас есть некоторый диффур. Вот это будем считать некоторой нейросетью. Ну, как бы, есть какая-то функция спараметрическая, конечно же, это нейросеть. Вот. И что важно, вот в точке… Ну, вот не совсем слой. Это некоторое… Вот оно перестает быть таким вот явным слоем, потому что, во-первых, teta у нас одинаковые сейчас. В каждый момент времени, ну, то есть, типа, совсем слоем это не назвать. Это вот… Есть аналогия, если ты начинаешь это дискретизировать, то это становится слоем. Вот. Но, в принципе, это уже нечто более глубокое. Вот. И важный момент, что в точке t0 ты имеешь свой объект x, а в точке t1 ты имеешь выход сети. Окей. Хорошо. Сделать-то мы это все можем, но нам, типа, надо как… Вот… Все, что нам надо сделать, это teta получить, как всегда. У нас есть параметры, надо их как-то настраивать. Вот. У нас есть backpropagation, есть градиентные методы. Вот. И что мы хотим? Мы хотим, во-первых, определить какую-то loss-функцию, а во-вторых, мы хотим посчитать градиент ее по teta. Логично. Если мы это сделаем, то все, давайте запускать какие-то алгоритмы крутые и радоваться жизни. Соответственно, определим функцию потерь следующим образом. Ну, в общем, пусть у нас вот есть y какой-то, выход сети. Вот. И будем считать, что есть какая-то L, которая берет этот y и считает какую-то потерю. Пусть это квадратичный loss будет, кросс-энтропия, неважно. Какая-то функция L, которая зависит от последнего состояния сети. То есть вот есть сеть, была здесь. Вот. Мы прогнали через нее x, получили какой-то y, посчитали какую-то ошибку. Окей? Вот. Эта ошибка зависит от zt1. Ну, zt1 и y, это же действительно. Соответственно, теперь вот это zt1, это вот такой интеграл. Согласны? Согласны. А что здесь написано? Вот, если мы крутые вычматисты и умеем решать дифуры, то мы знаем, что можно зайти в Python, загрузить библиотечку дифференциальных уравнений, дать ей на вход начальную точку zt0, дать ей на вход f, t0, t1, t2 и решить этот диффур. Логично? Ну, понятно, что происходит? Числено. Некоторым численным методом, но не эйлером, а чем-то более крутым. Радость моя. Ну, понятно, что здесь написано, или еще какие-то слова поговорить? как его считать мы пока но смотри вот мы говорим что по идее вот нам надо вот такую штуку вычислять понятно что мы мы же не гений какие-то мы интеграл то брать не умеем соответственно мы используем некоторый численный метод ну вот вот эту штуку мы проинтегрировали сюда кидаешь интеграл мы получаем значению то есть смотри это как бы forward pass имея и xx это zt0 имея x решаешь вот этот дифур получаешь y засовываешь их функцию ошибки получаешь некоторые ошибку окей теперь что надо вот теперь вот это это просто функция ошибки замечу что вот эта сетка прошла это решили дифур теперь ну то есть раньше сетка прошла мы брали и типа схему элера применяли а сейчас сетка прошла это мы вот какой-то какой-то другой solver применили рунге кута там какой-то это некоторые параметры смотри то есть tt0 и t1 определяют некоторые аналог глубины вот в чем хорошо в чем самый главный понт вот этот оде solver и современные они позволяют тебе задать напрямую ту ошибку которую ты хочешь получить на выходе то есть разницу между истинным типа y и ну в общем да ты можешь задать epsilon и она сама подстроит каким должен быть дельта t а дельта t отвечает якобы за клубинность глубину сети это позволяет тебе адаптивно настраивать глубину сети не явно очень то есть задать ручками какую ошибку ты хочешь получить и ods solver сам выберет ту глубину сети которую надо это x за этот 0 это x это x просто просто до сеть какой несколько там резонет блоков пусть будут не резонет я не помню что они используют просто да вот вообще если если у нас это значение дискретизованной функции какой-то ну нет смотри вот тут у тебя есть какая-то вот давай так думать вот есть какая-то . вот это т есть какая-то т есть z пусть одномерие будет у тебя есть за этот т 0 есть ты знаешь что есть какая-то функция которая определяет динамику вот этого дифура соответственно а вот есть истинное решение дифура то есть если ты в т 0 запустишь эту динамику ты придешь куда-то дальше есть место тейлера который говорит следующее давайте вот эту производную просто будем вот так скакать по ней вот сюда получишь следующую точку дальше получим следующую точку и соответственно в какой-то момент он приходит вот не сюда а вот куда-то в другую точку то есть он дискретизованно вот так вот идет строит ломаную вот и накапливает при этом ошибку ну да то есть он аппроксимирует ну да такая дискретная аппроксимация да вот а метод очень плохой он самый элементарный есть более крутые методы вы их в очматах проходили наверное не помните так же как и я и слава богу вот и не надо потому что есть питоны которые сами все за вас делают вот соответственно мы хотим не элера использовать отчета более крутое и более адаптивное и надеяться что действительно поможет нам вот абсолютно верно да но тут уже архитектура теперь не явная такого понять уже нет такой где-то там внутри вот это можно считать аналогом архитектуры вот в этом идея да и в этом понт соответственно самый важный момент все что нам надо сделать нам вот это и л то есть вот сейчас мы обсудили как делать форвард пас то есть форвард пас это решение решение решения ди фура а нам надо бэкфорд делать все вот мы хотим все что как бы задача все равно остается у нас есть тета и нам надо настраивать параметры как и в любой нейронке для того чтобы сделать backward pass, нам надо dl по dt посчитать, верно? Привет. Ты ничего страшного. Тут написаны какие-то слова, про почему это круто. Во-первых, вот сейчас мы классификацию рассматриваем, но у нас типа тут какая-то боесовщина и распределение всякие. И, наверное, мы даже, блин, не успеваем, очень плохо. Ну ладно, давайте попробуем. Короче, это все можно потоком применить, сейчас мы увидим почему. Это дает адаптивное вычисление, когда нам не надо глубину сетки как-то регулировать. Параметр efficient. Имеется в виду то, что когда мы используем сети, у нас вот на каждом слое свои параметры teta. Сейчас у нас вот есть один набор параметров, который задает какую-то нейронку и все. Memory efficient. Ну, короче, в итоге оказывается, что нам не надо опять же хранить кучу активаций всяких и прочее. Вот, то есть как бы сохранение памяти. Это, на самом деле, надо было в конец вставить. Ну ладно, сейчас разберемся. И еще вот картиночка из статьи, то есть как это работает? Вот это пусть живем в одномерном мире, у нас все хорошо, у нас есть x, который одномерный. Вот здесь x живут, здесь y живут вверху. Все, что между ними, это некоторое скрытое представление. Будем считать, что у нас нейронка абсолютно одномерная с одним юнитом. Вот. Каждый шаг, вот этот 1, 2, 3, 4, это некоторый слой, неважно какой. Ну, какая, что-то там применили. Соответственно, обычная нейронка делает следующее. Она берет x, она применяет какой-то слой, применяет второй слой и, ну, как бы, ставит одну точку вот на каждом дискретном уровне. В конечном итоге получается y. То есть получается некоторое, то есть это вот похоже на те диффуры, которые там где-то вы рисовали, в фазовой плоскости, вот это на втором курсе. Да, прошу прощения. Длинноват. Вот. Но дискретизированные сильно. Соответственно, нейронные ODE позволяют, во-первых, использовать недискретизированную сетку, вот, что важно. И позволяют… Все равно она как-то дискретизована. Да, но современные солверы позволяют ставить вот эти точки там, где нужно. А. Вот. Они умные и знают все сами за вас. Вот. Это позволяет тебе рисовать некоторое вот фазовое, как это назвать-то, поле, короче, такое типа. Поле, ну, то есть типа стрелочку в любом месте из любой точки в любую другую поставить. Окей? Фазовое пространство. Вот это фазовое пространство, Андрюха. Так. Продолжаем. В случае реза, там это только линейные какие-то аппроксимации, да? А в случае ODE… Что значит линейные аппроксимации? Ну, нет. В смысле, у тебя дискретные аппроксимации. Ну да. Там вот эти точки, которые нарисованы, мы можем связать только линиями. А вот в этом ODE-нетворке, как будто бы мы можем какие-то сплайны… Да, да, да. Там более крутые штуки. Можно так интерпретировать это для себя. Вот. Короче, давайте добьем все-таки. У нас есть вот этот вот L, который страшный и непонятный вообще, что с ней делать. Что нам хочется сделать? Нам надо модельку обучать, нам надо как-то параметры вычислять. И, ну, короче, я вот это все сказал. Еще у вас, наверное, был Моу. Моу был такой? Есть такой. Был. Был. Как из этого? И это странно, потому что вы, наверное, думаете, блин, зачем нам это все нужно было. Но вот в нейросетях Моу используется. Методы оптимального управления применились. И как раз они вот в этих дефурах. Есть такая там теорема Пантрягена. Вам Бекларен должен был очень много про нее рассказывать. Вот. Она действительно здесь применяется, но не так. В общем, в статье приведено такое, они его называют Modern Proof of Pantragin теорем. Вот. Что они делают? Во-первых, вводят, типа, сначала сейчас прелюдия такая небольшая. Вводят некоторую функцию, которая называется сопряженная функция AT. Это DL по DZ. Как на это надо думать? L это функция потерь. Ну, типа, градиенты это элементы сопряженного пространства. Сопряженного пространства. А что такое сопряженное пространство? Ой, нет, давай не со мной, на такие темы разговаривай. Это к Андрюхе. Короче, вот если у нас дискретный случай, то вот здесь написано производная активации на каждом слое. Согласны? Функция потерь. А ZT это некоторая активация. То есть если T равно 1, это, соответственно, первый слой, T2. А T равно 2, это второй слой. И, соответственно, здесь просто производная активация. А то есть это все, что нам для бэкпропа когда нужно записывать? Для бэкпропа нам нужно DL по DT. DL по DT, как окажется, зависит от функции A на следующем слайде. Поэтому сейчас мы введем функцию A. Поймем, что она вот говорит, как меняется градиент активации для произвольного T. Окей? То есть теперь у нас T не дискретный, а T меняется непрерывно, и мы в каждый момент времени T можем посчитать, а как же функция потерь зависит от вот этого Z. Понятно? Вот. Соответственно, в статье доказана теорема, которую я решил вас не мучить. Доказан следующий дифур. То есть как вот эта сопряженная функция меняется по времени. Какая-то странная формула. Давайте даже не будем вдаваться в подробности. Вот можем посчитать, соответственно, вот это векторное произведение, поставить минус перед ним и получим вот это. Вот это дифур, согласны? Еще один. Еще один дифур появился. Это F, да? То есть L вазер зашито. А это D, L по ADZ. Соответственно, что здесь написано? Если ты хочешь узнать, как меняется функция, то есть производная активации в любой момент времени T по времени, вот надо такой дифур решить. Что надо заметить? Дифур. Чтобы решать дифур, надо знать какое-то начальное условие. Давайте подумаем, знаем ли мы хоть в какой-нибудь точке вот это выражение, ну типа функцию A в какой-то точке, знаем или нет? У нас есть две точки. Есть T0 и T1. Давайте подумаем, в какой точке мы знаем и знаем ли. Ну то есть производная функция потерь по некоторому… По некоторому… Все верно. Молодец, Андрюха, ты самый умный вообще, как всегда. Почему? Потому что D, L по D, Z в точке T1 это D, L по D, Y. Да? L у нас пусть будет квадратичный лосс. То есть на самом деле тут стоит просто производная квадратичная функция потерь. Окей? То есть у нас есть дифур, у которого заданы начальные условия, вот такое, конечное. И если мы его решим назад, назад понятно, что я имею в виду? То есть от T1 к T0. То есть мы делали сейчас forward pass, получили Z от T1. Дальше, вот вводим эту штуку, решаем этот дифур и получаем значение A в любой точке. Ну, в любой точке от T1 до T0. Согласны? То есть мы, вот решив этот дифур, мы получаем производную функцию потерь по любому… Как оно называется? Слое. Слое, да. Слой. Понятно это или нет? Да. Мы используем здесь вот эти солверы, короче. А если мы F подберем какие-то хорошие, что мы можем аналитически решить? Есть какие-то F, которые… В смысле? F – это некоторая параметрическая функция. Все, что мы хотим, это параметры найти сейчас. Ну, сейчас. Что значит хорошо решить? Слайд, короче, вроде бы, еще предыдущий, вот здесь, когда вот интеграл. Ты говорила, интегралы мы считать не умеем, мы их численно считаем. Так в этом нет проблемы, ну, в смысле численно считаем и считаем, это не проблема. А можно ли подобрать та, чтобы она считалась аналитически? Ну, наверное, но мы же хотим какие-то нейронки крутые туда засунуть. Ну, для крутых нейронов нельзя все равно? Я не знаю. А, ну, F-то сразу включится, наверное. Да, да, да. Вот, короче, дальше-то что? Короче, это вот теорема с прошлого слайда. А, еще важное замечание, как бы. На самом-то деле, вот, решая вот эту штуку, мы, ну, даже схема Эйлера, мы, как бы, идем, типа, по шагам. И, в принципе, мы можем сделать backprop, зная просто эти шаги. Ну, то есть у нас, как бы, вот, обычный backprop как работает? Мы берем точку и просто идем, ну, типа, восстанавливаем, chain rule используем. Вот. Вот зачем это вообще вся нужна штука? Потому что вот это позволяет точнее просто это сделать. Вот. Соответственно, мы, вот, сейчас что мы сказали? Вот у нас есть вот эта вот теорема, которая говорит, что вот этот дифурин верен, и у него есть конечные условия. Вот, если мы сюда единичку поставим. Вот написано это. Но нам надо dL по dθ, и есть вторая теорема, которая доказывается так же, как и прошлая, хотя вы и не знаете, как прошлая доказывается, потому что поэтому неважно. И она говорит, что для того, чтобы посчитать вот эту производную, надо вот такой, блин, интеграл. А там разве интеграл? Блин, возможно, я ошибся тут, наверное. Не помню, должен быть тут интеграл или нет. Короче, важно, что это легко можно вычислить. Как будто точно такая же формула, как на верху, теорема. Тут по dθ, тут по dθ, а тут по dZ. Все, что меняется, да, только это меняется. Вот. Но важно, что здесь есть от a, t, и для того, чтобы его получить, мы решаем вот этот дифур. И что важно, что вот это и вот это мы можем решить ровно одним проходом. Неважно как, я вам, конечно, не расскажу этого, в этом косяк как раз, косяк моего изложения. Но мы можем решить некоторый один обобщенный дифур, вот так назад от t1 к t0 и получить все производные. Вот. И что там вообще? Для одного объекта. И это круто. Ну, типа, это абсолютно другая интерпретация нейросетей. Мы избавились от какой-то схемы Эйлера, мы делаем какие-то крутые вещи, абсолютно по-другому интерпретируя нейросеть. То есть вместо задачи классификации мы вообще решаем задачу, вместо резнета мы решаем вообще какой-то дифур с некоторым непрерывным состоянием. Ничего не думаем, ни про какие глубины, ничего такого нет. Соответственно, на самом деле, как бы, рассказываю я здесь, это не потому, что там крутая эта штука, и хотя круто. Все верно. Все верно. Ну, просто, типа, тут-то мы бы и совщину какую-то обсуждаем. Соответственно, вспоминаем потоки. Потоки, вспоминаем, блин, 12, ладно. Ладно. 10 минут? У меня нет, ладно. Короче, для того, чтобы получить плотность вероятности в ZT плюс 1, мы делаем вот такую формулу. Помните потоки? Помним. Говорите, да, помним. Вот. И смотрите, что мы здесь видим. У нас тут тоже дискретность какая-то. Ну, типа, T плюс 1, T, и мы такие начинаем. А давайте, да. А давайте, да. Может, тут тоже дифурчики какие-то есть. И, короче, оказывается, что верно, вот такое утверждение. Вот это аналог, аналог вот этих всех дифуров, короче, оказывается, есть дифур вот на вот эту P от Z. Он сложный, непонятно. Ну, типа, не, выглядит-то он просто, надо, типа, посчитать. Трейс? След матрицы. Это сумма диагональных элементов. Это, это вот, а... Только почему DF от Z это матрица, а не... Ну, F-вектор, прости, что он нежирный. Окей, я как-то... Ну, вектор, вектор на вектор, получается матрица. А это вектор, почему это не вытаскивается? Ну, а что, F это, F от Z это... А, это вытаскивается, не ошибка, все стоит. Я думаю, что DF от Z. Соответственно, вот верно какая-то теорема, неважно, как она получена. Важно следующее. Во-первых, что... А, это матрица, и это типа матричная функция от T, да? Да. Вот, там еще параметры зашиты, вот, в F плохо написал, прости, Андрюх. Важно, важно, что вот это непрерывный аналог потоков. Теперь мы не должны думать, сколько у нас слоев потока стоит. И еще важно... Таких до этого раньше не было? Нет, это... Ну, я, кстати, по-моему, они первые. Да, первые. Вот, важно. Вот в этой всей шняге у нас F должна была быть объективной. Она должна была быть обратимой. Это было очень большое ограничение. Здесь же, если этот DF верен, то все, что нам надо потребовать, чтобы у DF было единственное, однозначное, и решение единственное, и существовало, и единственное было. Вот, в DF вам там год какую-то теорему... Должна быть непрерывно по параметрам. Ну, это уже по Адамару, корректно поставлено. Да, вы очень умные, я не такой умный. Короче, оказывается, для того, чтобы DF решался, решался, и решение было единственное, кстати, про существование ОХЗ было единственное, нам не нужно, чтобы функция F была обратимой, и нам достаточно какой-то там вот... Униформ, как переводится? Непрерывно и липшица... Да, равномерно, непрерывно липшица в Z, непрерывно в T, короче, вот все эти слова. Короче, на самом деле вот эти вот умные слова для современных нейросетей выполнены. Нам надо, чтобы веса были конечные, и чтобы активация была там какая-то сигмоидная или тангенс, что-то такое. И тогда вот эти условия выполнены, а значит, что мы можем вообще любую F поставить. То есть вот здесь было сильное ограничение, что F должна была быть объективной, мы начинали там какие-то якобианы брать, треугольные, вот это все, муть какую-то ввели. А здесь этого не надо, здесь мы можем вообще практически любую нейронку туда засунуть, и это будет работать. Мы избавились от самого главного ограничения потоков. Это не функция же, да? Это отображение как-то. F? Ну как это? Это нейросетка. Это нейросетка. Что значит не функция? Это все та же нейросеть. У нас все F это нейросети вообще всегда. Просто мы же обычно все-таки функцию называем что-то, что VR отображает. Чу, чу, чу. Не, многомерная функция. VRM это отображает. VRM, VRM. Нейросеть это же функция, согласен. Могу ли сказать? Да, не знаю. Второй курс. Ну окей, да. Но вот понятие липшинской прерывности мы обычно вводим как... Для каждой компоненты. А, это... То есть там можно уже взять норму. Короче, я на самом деле вот эти все, вот эти липшинцы, не особо там вчитывался в эту статью на самом деле. Ну короче, там написано, что... Там написано, что практически всегда это верно, поэтому можно об этом не думать. Давайте... Че так маленький какой? Короче, есть defur. Если мы его проинтегрируем, то получим вот такую формулу. Это мы как-то там считать эти поумеем. Можно посчитать, поверьте мне. Важно, что ничего не видно. Короче, здесь вот есть просто normalizing flow, а есть continuous normalizing flow. И поверьте, что тут рисуночки круче, чем здесь. Че здесь нарисовано? Вот есть какая-то плотность, вот, сложные они тут придумывают, и они пытаются ее восстановить с помощью потока. Вот. И говорят, что в принципе при тех же энергозатратах мы получаем лучшие результаты, используя непрерывные потоки. Окей? Говорим, верим, да, отлично. Дальше. Была следующая статья с крутым названием Fjord. Вот, она говорит следующее. Ну, во-первых, здесь просто нарисовано, что происходит в непрерывных потоках. Вот есть какое-то там нормальное распределение. Теперь у нас вот так же здесь не дискретные уровни 1, 2, 3, а некоторая вот такая непрерывная динамика получается, скрытая. Окей? Это вот аналог того, что было в VDE, но только вот для потоков. И мы хотим получить сложную функцию. Но теперь не дискретными слоями, а вот каким-то непрерывным преобразованием можем это делать. Вот. Может, и не рассказывать вам ничего? Да все, время закончилось. Неважно. Короче, они сделали следующую вещь в этой статье с Fjord. Они сказали, для того, чтобы трейс посчитать, нам нужна квадратичная, короче, получается квадратичная сложность. Вот. Дальше они говорят… Квадратичная сложность? Можно, чтобы всю матрицу посчитать по трейсу? Нет, для того, чтобы вычислить матрицу и вычислить трейс матрица. Тебе надо и Кобиан посчитать, трейс и Кобиан, чтобы посчитать, нужна квадратичная сложность. Я, кстати, не знаю, почему квадратичная. Короче, не знаю. Я это вчера читал уже совсем ночью, поэтому не могу вообще никакие комментарии давать. Давайте вам это в домашку засунем, вот эту прогость. И разберетесь потом. Не знаю, что и курс там вообще нейродифурой нормально так запрогал прям быстро, достаточно. Вот. И дальше они вспоминают… Не вспоминают, а в общем есть вот такое свойство, которое я на самом деле доказывать не умею. Ну вот, смотрите, любуйтесь. Вот. И используя его вот в этой штуке, можно снизить квадратичную сложность к линейной. Ничего я здесь не скажу. Не знаю, какая квадратичная, не знаю, какая линейная, не знаю, почему. Ну, в общем, все, что они сказали, что используя вот такой вот небольшой совсем трюк, можно полегче это все вычислять. Вот. И дальше они вставили вот такую табличку красивенькую, в которую я особо и не позалипал вчера. Есть какие-то вариационные автоэнкодеры, генеративные сети, авторегрессионные модели, и есть потоки. Вот. Здесь они вставили табличку. Давайте я вам просто вот скажу, позалипайте в нее. Типа… Фриформник, смотри, вот сейчас F у тебя любая функция вообще. Вот в потоках всегда было очень большое ограничение. У тебя F должно было биективной быть. Это значит, что икобиан должен быть треугольный, там еще какие-то ухищренные методы были, как его построить. Вот сейчас нет их. Вот. Это круто. Как так вообще получилось? У нас же была идея, что мы по изысходной картинке мы делаем… Сейчас мы обращаем дефур. Да, да, смотри. Сейчас мы… Вот. Что до этого было? Мы хотели, чтобы все было инвертируемо, верно? Вот. Поэтому строили икобианы какие-то странные. Сейчас у нас появился дефур. И все, что нам надо… Вот эта инвертируемость, она достигается тем, что у тебя решение дефура единственное. Вот. Мы его не можем восстановить, но мы знаем, что оно единственное по теореме Каши. Вот. Вуаля. То есть у нас функция небоективная, но мы знаем, что типа в итоге все круто. Вот. Короче, позалипайте в эту табличку. Я думаю, тут ну типа просто изучите, почему здесь галочки, а где-то нет. Я думаю, это просто. Вот. И действительно круто получается. Даже вот на двумерных распределениях. Вот. То есть есть какое-то истинное распределение, вот какие-то клеточки. Мы восстанавливаем с помощью glow их. Получаем. Ну вот. Вроде как и получили, но в моментах, где у нас переход от низкой плотности к высокой, получается немножечко плохо. А вот здесь на самом деле еще есть… Плохо здесь видно, но вот здесь вот есть тоненькие линии, которые соединяют моды. Вот. Я, кстати, не знаю, почему они получаются такие, но вот все моды соединены тоненькими линиями. А во фьордах такого нет. Во фьордах прям вообще круто получается вот на таких модельных примерах. Наверное, все. Блин, не знаю. Ну нормально, в принципе, получилось. Я думал, хуже ведь. Пересмотрю. Пересмотрю, да. Вот мне интересно, вот эти сравнения, когда они делают, они делают… по-чаянки Douшко, Продолжение следует... Продолжение следует...